Всем здрасте! Я не часто на своем канале показываю ролики про то, как проходят мои авторские ужины. Вот буквально-таки на Медне прошел ужин на Розе Хутор в ресторане Дичь, совместно с шеф-поваром ресторана Дичь Валентином Шин. Мы сделали несколько подач, причем часть из них были, так сказать, предложены Валентином, часть моих, поэтому, ну и вместе все это было доработано, приведено в совершеннейший порядок. Субтитры сделал DimaTorzok Значит, первая подача была приветственная. Такой тартар из оленя, с айоли из черемши и с солдовыми чипсами. Значит, делали так. Итак, оленя вначале обработали, получили чистые кусочки мяса. Значит, затем их ночь мариновали в небольшом количестве соевого соуса для того, чтобы снизить запах дикого мяса. Ну и вкус, соответственно, тоже. Затем отнесли эти кусочки мяса и на мангале их быстро-быстро прижарили, так, чтобы внутри, соответственно, кусочек оставался сырой, а сверху приобрел вот этот легкий аромат костра. Затем слегка и подморозили, нарезали. Подмораживаем для чего? Для того, чтобы удобно, красивым кубиком можно было нарезать мясо. Все это нарезали, приправили маринованной черемшой в виде побегов, которую я увидел на сочинском рынке. И привез сюда на розу для того, чтобы использовать ее в самой подаче, соответственно, в ужине. Дальше айоли был сделан на основе, это был какой-то сложный процесс, навряд ли повторю, там 963 ингредиента, Валентин что-то там делал, мешал, мешал. Но, по сути, айоли что это? Майонез из масла, которое делается на основе листьев черемши, как мы делаем зеленое масло из петрушки или из укропа, или просто из трав. То же самое делается из черемши, пробивается масло, потом отсаживается и используется для создания майонеза. Плюс укропчик немножко добавляется, и, соответственно, горчица, яйцо, ну, как полагается, как мы делаем традиционно майонез. Маслица зеленая, да, штархуна? Сюда же тархун масло идет. Блин. Не, мне кажется, а есть другая? Да, да, да. Что-то он совсем прям это. Ну, слушай, мы сколько так капать будем, блин, его? Солдовые чипсы были сделаны для украшения в виде листочка, есть, существуют такие формы у нас и так далее. Делается жидкое солдовое тесто, заполняются вот эти вот выемки все. Ну и, соответственно, получается листочек в цельном виде, вот даже с прожилочками. Который и шел у нас на украшение самого блюда. Дальше второй подачей у нас были томаты гриль с вяленым лосем и цицматом. И вот называют цицмати, это растение очень похоже на рукулу, которое на Кавказе повсюду продается. Ну, соответственно, так как мы локальный продукт использовали, его и увидели сразу же такие, типа, давай туда, к томатам гриль подойдет великолепно. Томаты сделали так, взяли плотный сорт, сливу, разрезали на 4 части, выложили на противень, оливковое масло, соль, сахар, чеснок, тимьян. Поставили на высокую температуру, 300 градусов, пара конвектомат, запекаться где-то на 10 минут, не больше. На сильно-сильной температуре. Потом, соответственно, все это убрали. Чеснок убрали, ну вот весь мусор, который был на томатах, очистили шкурку, потому что она тоже отошла. И, соответственно, томатики выложили отдельно. Значит, 300 градусов и 10 минут не хватило, чтобы их хорошенечко опалить, поэтому я взял горелку и все это прошелся еще раз. Вот томатовая запуску готова. Все, они у нас витялиться будут теперь до завтрашнего дня. Тимьян, чеснок, шкурки томатов, это все, с чем запекалось, все потом очистилось. И вот, соответственно, сюда набираем масло оливковое, потому что здесь есть все вкусы, но нет золи там ничего прочего. Все прогреваем и, то есть, на основе вот этой вот шелухи, которая у нас была изначально в виде томатов, мы концентрируем сок, это даже не сок, а масло. Для того, чтобы попробовать вот это все полить и ночь будет стоять вялиться со вкусом томатов, со вкусом чеснока, тимьяна. И дальше подошли к лосю. Лось предварительно мы с Валентином договорились, он заранее его промариновал хорошенечко в ягодах можжевельника и в ягодах, я имею в виду бруснику, там, клюкву. И поставил его вялиться в дегидратор. Долго вялил, 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 потом мы его вакуум несколько раз, для того, чтобы изнутри влага перешла в верхние слои. Равномерно просушили, досушили, соответственно, лося дикого и на терке микроплейн натерли все это мелко. Как пармезан. То есть, сделали такую посыпку. Соответственно, на подачу выкладываем 4 кусочка томатов, сверху поливаем вот этим томатным маслом. Потом посыпаем стружкой лося. И еще у меня был один местный специалитет. Это шушан консервированный. В армянской лавке я купил баночку, мы, соответственно, нарезали его и добавили тоже сюда к томатам. Это армянское растение шушан. Оно уже консервированное. Соль, небольшое количество сахара, чуть-чуть уксуса. Они бывают разных видов в ведрах, там без уксуса, сквашенный. Этот с уксусом. Все, мы его будем добавлять в закуску к томатам, потому что там много овощей и хочется дополнительного вкуса, который сделает поинтереснее блюдо. Хотя оно так интересно, мы вчера томаты собрали. Прям топчик. Саш, доставай этот, как его, цицмат и соус огуречный. И томатная жижка там еще была. Чуть от центра, как бы сюда, прям чуточку томатная водица. Пол столовой ложки там, чтобы она сильно-сильно не растекалась. И несколько кусочков шушан. Шушаников, короче, несколько кусочков. Значит, там, где томаты ближе к борту, и когда выкладывать будете, старайтесь, чтобы все, что делаете, все одинаково было. Так делаете, значит, одинаково все должно быть на тарелках, чтобы не было разброса и шатания. Тогда полная в голове асимметрия, и ты начинаешь как бы делать, как попало. То есть, все должно быть по какой-то схеме. То есть, если это вертикальная выкладка, значит, это все должно быть одинаково вертикально. Тогда будет понятно, как выкладывать остальные ингредиенты. Короче, с той стороны, где ближе к борту, там мы вот зеленую жижу наливаем. Лось. Цицмата должно быть столько, чтобы его чувствовалось на зубах. То есть, это не просто украшение, это еще и еда. Ну, то есть, смотрите, когда будете все это выкладывать, кто-то, девчата, наверное, да, из холодного. Чтобы, ну, поаккуратнее все это смотрелось. Потому что вот этот один лопух, блин, он тут ни туда, ни сюда, короче. Он все перекрывает. Более резные, да? Более мелкие, да, чтобы видно было еду. Чтобы народ когда фотал, чтобы было видно, что в тарелке. А то, если все закроем, тогда непонятно, что внизу. Цицмат у нас был украшением. Но помимо всего этого, еще был зеленый соус, который я делал на основе фреша огурца с добавлением большого количества трав. Все это пробивал. Добавлял туда чуть-чуть трюфельного масла, оливкового масла, соль, сахар для вкуса, чтобы все было сбалансировано. Каплю лимонного сока все это к сантанам чуть-чуть подтягивал для того, чтобы он имел однородный зеленый красивый цвет. Следующая подача была, это хрустящий баклажан с ягненком и соусом из соленого абхазского лимона. Значит, здесь тоже мы заранее подготовились. Здесь лимон абхазский разрезали на 4 части, в каждую часть воткнули по гвоздику гвоздики и добавили чайную ложку соли на 1 лимон. Только, ну, сколько количества лимонов у нас было в емкости, в пластиковой, такое количество ложечек чайных соли было добавлено туда под пресс. Соответственно, через несколько дней лимон дает сок и начинает просаливаться вот в таком, значит, пространстве, ну, то есть в своем собственном соку. Ну, причем там еще пару веточек розмарина были. И вот несколько дней это все солилось, солилось, ферментировалось, ферментировалось, потом мы это взяли. Видишь, он без... пробивался вместе с перегородками, ух, пектина сколько, мы его нагревали до 60 градусов, вот он сам по себе такой становится, лимон пробитый. С сахаром чуть-чуть свечили, добавили капельку совсем, но идея была оставить вкус лимона полноценный. И вот как раз те баклажаны, которые хрустящие будут, они в этом соусе. Но мы его еще не допилили, там надо сахару больше, немножко больше соли, больше и чуть-чуть, может быть, фреш добавим. Но мы еще пока не решили в конце. Горчинка такая пикантная, все как полагается. Оказывается, лимон может съесть просто бесконечное количество сахара. Видишь, что-то хотелось такого прикольного, но то, что знают люди, а люди уже очень хорошо выучили хрустящие баклажаны, да. Абхазский лимон, вот, соус допилили, он терпкий. Ну, с баклажаном мы вчера пробовали, нормально он зашелся. Да, 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 с баклажаном он вообще супер, да. Тут не ебан сахара, просто столько, вот, сколько объем этого термомикса? Типа 3 литра, да? Ну, вот на полный, чтобы ты понимал, на полный термомикс, короче, где-то 18 ложек сахара идет. И он куда-то исчезает, лимон его куда-то забирает, вообще не чувствуется сахара. И мы такие в шоке, типа, что делать, что делать? Так, все, вот это готово. Смокируемся. Давайте по чуть-чуть, пробуйте, да. Что касается ягненка, ягненка сделали заднюю часть, выбрали кусочки без жилок, все зачистили, отварили до полуготовности и остудили. Затем волокна просто вот так вот разобрали, все на волокна и слегка добавили туда такой соус. У Валентина был, мы не делали его новый, он у него был такой, как соус-маринад. Валя, покажи мне самого виноватого, кто делает самую ужасную работу. Там, там, там. Пойдем. Там, там, там. Туда иди. А если ты его найдешь сразу? Вот такие, как бы, вещи доверяют тем, кого вот наказали, да, вот есть наказание, вот так вот, разбирать мясо. Интересно, когда успел. Не знаю, да, или это карма. Слегка сбрызгивали вот эту вот волокна баранины и посыпали крахмалом, чуть-чуть перемешивали и во фритюр делали хрустящую баранину, такая соломка. Баклажаны традиционно, что очищаем от кожицы, кубиком нарезаем красивым, в воде вымачиваем несколько часов, потом отжимаем. В крахмале один раз в фритюре обжариваем, не до коричневого цвета, а до белого. Потом даем ему отдохнуть и уже перед тем, как отдавать гостям, второй раз обжаривали, соответственно, в тазик, соусом поливаем, перемешиваем, выкладываем. Сверху хрустящую баранину, много листочков кинзы и уже отдавали гостям. Сейчас дегустируем. Первыми дегустируют повара. Горячее блюдо. Собрали чуть раньше закуску. Сейчас тартарчик собирают ребята. Все поэтапно на кухне смотрим, как все выглядит. А дальше следующие после поваров пробуют официанты. А потом только гости. Гости самые последние попробуют в этом заведении вкусный ужин. Но вот такие правила и условия, правильно? Чтобы гости попробовали вкусно, должны попробовать до них все остальные. Следующая подача у нас была палтус со свекольной полбой. Полбу отварили заранее. Но когда мы для одного из блюд готовили мясо при подготовке, было небольшое количество обрезей. Ну там кусочки, которые не подходили у нас для основного блюда. Мы их, соответственно, в полбу закинули и варили полбу почти до готовности. Вот с этими кусочками мяса внутри. Затем в этом бульоне мы оставили полбу остывать на ночь, для того, чтобы она пропиталась, стала еще мягче, насытилась вкусом. Дальше мы бульон отсидели, приправили все это свекольным фрешем и довели до консистенции густоты с солью, сахаром. И, значит, вместо пармезана, который у нас дефицитный, в общем, на рынке, ну и дорогой он сейчас в это время, использовали крем-чиз. Ну, то есть кремовый сыр, такой творожный, который вы там намазываете по утрам на хлеб. Все это замешали, добавили чуть-чуть топленого ароматного масла. Ароматное я имею в виду, что мы его сжигаем, берну азет, до 120 градусов масла сливочное в сотейнике нагреваем. Выгорает все и выходит вся влага, и масло приобретает такой яркий карамельный привкус. Вот мы, соответственно, его использовали. И в свекольную полбу мы добавляли еще печеная свекла у нас была. Мы в первый день запекли ее, нарезали красивым кубиком, добавили уже, так сказать, для того, чтобы текстура внутри попадались кусочки свеклы, чтобы блюдо, вернее, гарнир был полноценный. Что касается палтуса, значит, у Валентина тоже на этот счет, вот это его было блюдо, на этот счет он, значит, сделал определенную на основе мисо-пасты такую намазку террой маринад, наверное, с листом кафирского лайма, с лимонграссом. То есть яркий такой азиатский был хороший маринад для палтуса. С палтусом получилось очень хорошо. Вот на 20 минут перед запеканием мы опускаем этот маринад в мисо, держим его там. Он сверху маринуется, внутри, конечно же, остается свежим и очень нежным. Все, потом в духовку 8 минут при температуре, там, 200 градусов, по-моему, запекаем. На тарелку выкладываем полбу, сверху палтус запеченный, добавляем немножко нарезанных водорослей комбу и пучочек крес-горчицы. Все отдаем. А, нет, вру, там еще было у нас, значит, дополнение такое травяное, очень фреш, интересное, вкусное. Мы взяли 8 трав, мелко-мелко порубили, сделали такой наподобие чимичури, но в целом, как бы, его можно назвать как угодно, там, сальсоверде, там, или еще что-нибудь. И вот мы добавляли с двух сторон от рыбки для того, чтобы можно было вот эту свекольную полбу немножко, как бы, смешивать с ароматными кавказскими травами и получить полноценную такую гамму. После рыбного блюда мы сделали маленький комплимент для того, чтобы освежить рецепторы и перейти к мясному блюду. Значит, это было, по сути, такое замороженное парфе из клубники, то есть мы взяли пюре клубники, немножко добавили туда сока лайма, цедры лайма и белок от яйца. Все это взбили с термообработкой в термомиксе, получилась такая клубничная пена, которую мы положили в силиконовую емкость, заморозили, и получилась такая очень красивая кнелька, которую на подачу мы полили соусом из морожки. Нам нужно было сделать что-то либо фруктовое, либо цитрусовое, яркое, такое сладенькое, кисленькое, чтобы прям совсем отойти от рыбы и уже, так сказать, освежить рецепторы. Часто в ресторанах используются сорбеты для того, чтобы вот, так сказать, освежать рецепторы и переходить от одного блюда к другому. С другой стороны, потому что еще, вы же понимаете, горячее блюдо, нужно его нагреть, нужно его сервировать так быстро, чтобы оно не успело остыть. Поэтому вот то время, пока гости заняты неким промежуточным вот таким вот комплиментом, за это время кухня уже успевает все нагреть и сервировать, и официанты начинают разносить горячее блюдо. Следующее, значит, горячее блюдо у нас было говядина в квасе. Говядину в голяшку, это моя любимая часть, мы нарезали ее кубиком, слегка запанировали в муке, обжарили на сливочном масле до колера, чтобы вкус дать. Залили квасом и отварили почти до готовности, аль денте. Затем поставили прямо в этом во всем, оставать в холодильник для того, чтобы утром всплывшее масло лишнее мы могли снять, выкинуть и уже, так скажем, разделить. Мясо вынуть, соус оставить там, потому что лук, лаврушка, лаврушку тоже в мусор. С луком все это пробивается, процеживается, получается темный соус. Дальше мы добавляем квасное сусло в сам соус, для того, чтобы он стал темнее, вкуснее, насыщеннее. И самое главное, что квас и вообще вот эта квасная составляющая, она очень идеально подходит к говядине. И я всегда говорю, что иногда, даже если вдруг у вас нет домигляса хорошего, вы можете использовать квасное сусло и говяжий бульон для того, чтобы сделать вкусный, плотный мясной соус. Соус был готов, говядина отдельно, говядину прогреваем отдельно перед подачей, ну и, соответственно, потом поливаем соусом уже на тарелке. На гарнир шло пюре из корнеплодов. Я взял морковку, корень сельдерея и лук. Все это было завернуто в фольгу, запечено в духовке до готовности, потом это все очистилось, остудилось, разрезали мы и морковку, и лук разрезали, и корень сельдерея все очистили. И запекли еще раз, но уже без фольги. Но корень сельдерея так просто не возьмешь, поэтому помимо запекания и всех этапов мы его порезали кусками, залили сливками и еще хорошенечко отварили, потому что именно он дольше всего готовится, и у него из-за него может быть крупинка в самом пюре, оно может быть неоднородное, поэтому его нужно разварить в хлам. Его разварили все в термомикс, добавили чуть-чуть туда сливочного масла, и все эти три ингредиента пробили. Но там было еще небольшое количество тыквы, которые мы запекли тоже так же, точно же с тимьяным чесноком и со всем прочим. Ну, получается, что не так же мы запекали тыкву в открытой, в открытой гостроемкости, чтобы лишняя влага уже выходила во время запекания. Тыква довольно влажный овощ, поэтому его чаще всего запекают без фольги. Морковка плотная, если без фольги, лук и корень сельдерея, если без фольги запекать, вода, там ее и так немного, она выходит, овощ становится сухой, твердой, а нам нужно наоборот, чтобы все это было мягкое. Ну и, собственно, вот эти вот четыре ингредиента в термомикс, чуть-чуть сливочного масла, все пробиваем, соль, перец, капельку ксантана для того, чтобы все пюре было очень ровненько, ну и, соответственно, протерли еще раз через сито, для того, чтобы пюре было вообще шелковистое, гладко. Все, перед подачей мы это все смешиваем, каплю лимонного сока, пюре получается яркое по сладости, потому что все корень сладкие. И дальше выкладываем в тарелочку пюре, несколько кусочков говядины, поливаем соусом и с другой стороны поливаем небольшим количеством для декора, и для вкуса, и для аромата, для всего зеленое масло, которое было приготовлено из кинзы. На десерт шла тарталетка. Соответственно, тарталетка с тонкими стенками, с тонким дном, сделанная из песочного теста с добавлением миндальной муки. Традиционная, вкусная такая, как, не знаю, какие-нибудь французские печенюшки, которые вы можете встретить на каждом углу в Париже. По вкусу точно такой же. Потом вниз. Первый слой это был ганаш на сливках из смородины и шоколада. Дальше вторым слоем у нас было чатни из курмы. Я его прихватил, соответственно, здесь, с кухни, потому что в ресторане «Дичь» в одном из десертов было вот это чатни. Я обратил на него внимание и говорю, давайте будем его использовать в этот десерт, потому что очень вкусно. Тем более гости, которые пришли в «Дичь», они были здесь впервые. И, соответственно, мы могли спокойно использовать, потому что это как раз последний фрукт, так скажем, в сезоне. Уже больше, наверное, скорее всего не будет. Они его выведут из меню. Ну и поэтому там, скажем, хвост нашей зимней любимой хурмы, вот он, скажем, проскочил через мой ужин и упал в тарталетку в виде такого прекрасного чатни. Это как будто такое не очень сладкое, совсем не сладкое варенье с добавлением чили, корицы, гвоздики, такой пряной немножко, кусочками. Значит, хурмы несколько кусочков лежали внутри. Все было красиво. Сверху ганаш из молочного шоколада со сливочным маслом и пюре смородины. Дальше несколько цукатов из мандарина, причем абхазского. Мы же все-таки находимся на Розе Хуторе, Абхазии здесь совершенно недалеко, поэтому использовали локальные продукты. Цукаты из корки мандарина. Местные все склоны, значит, здесь повсюду, вон, около ресторана растут, маленькие голубые незабудки, поэтому мы собрали небольшое количество для того, чтобы можно было украсить сам десерт, потому что он такой симпатичный. Ну и вообще десерты очень часто украшают цветами на подачу. Вот, такой нетривиальный, в общем-то, можно сказать, понятный, вкусный, простой, в то же время сложный ужин получился. Я надеюсь, вам понравилось видео, потому что мы нечасто делаем такое, скажем, позволяем смотреть, заглядывать в закулисье ресторана, где вы можете, конечно, поглядеть, как происходит работа на кухне, как кухни выглядят. В ресторане «Дичи» очень чистая, классная кухня, высококлассный профессионал, высококлассный персонал. Мне очень понравилось вместе с Валентином сделать этот прекрасный ужин, и, в общем, я доволен, гости остались довольны, 50 человек пришло. У нас, соответственно, были еще дети, то есть, по сути, количество было больше, но дети не ели ужин, они ели, как всегда, пельмешки, картошку фри и не обращали на родителей гурманов, которые там пытались вычленить какие-то определенные вкусы, гаммы, почувствовать. В общем, вечер удался, всем понравилось, на высоте 1100 метров все произошло, и если вдруг вы окажетесь в этих краях, обязательно заходите. Пока!